С утра вместо выкупа свидетельница будет проводить квест в парке рядом с домом, где я буду собираться. Будет несколько станций с заданиями, что нужно обязательно учесть, чтобы не забыть. Ну, во-первых, насчет квеста. Чем отличается в данном случае квест от выкупа? Первый вопрос. Только названием или там прям вот есть какая-то логика действий, и эта логика действий не подразбивает встать в таз, найти губы поцеловавшего листок и так далее. То есть вот это вот самый важный вопрос, на что вам нужно ответить и понять для себя, что такое квест и чем он отличается от обычного выкупа. Ну, локация еще чем. Потому что квест это такая довольно сложная режиссерская обычная история. То есть это не история, редко когда, точнее, не редко, вообще ни разу еще такое не встречала, чтобы невесты или там подружки делали сами какие-то интересные квесты, ну, в силу того, что просто они не делают это. Они просто не знают, как это делается. Потому что это определенная режиссура, как ни крути, это определенная продуманная сценария, определенно прописанная сценария, и есть определенная логика, да, логика действий. И эта логика действия, она, там, ходили на какие-то квестовые такие вещи, ну, есть. В Москве, например, очень много таких, как они там, всякие там темные комнаты там и так далее. Напишите мне, как называются эти всякие квестовые штуки. У меня есть друзья, которые постоянно ходят на эти квесты и сравнивают, где лучше было, где хуже было. Вот здесь мне понравилось, здесь мне не очень понравилось. Так вот, если посмотреть на все эти квесты, они очень такие продуманные, очень срежиссированы хорошо и правильно, срежиссированы. То есть это не просто станции с заданиями, да, какие-то. Это срежиссированная какая-то история с дополнительными героями, с какими-то дополнительными персонажами, с логикой определенной. Поэтому, вот вы спрашиваете, да, что нужно обязательно учесть. Нужно изначально учесть правильно прописанный сценарий. Поэтому, когда девчонки мне говорят, мы хотим, чтобы это было в формате квеста. Я говорю, если вы хотите, чтобы это было в формате квеста, значит, нужно обратиться к профессионалу, который этот квест может написать. Потому что, если мы говорим про квест из интернета, то это не квест. Это просто задание, это выкуп и так далее. Это не квест. Это нужно написать. В вашем случае, действительно, вы написали его, и он крутой, и очень классный. И, возможно, возможно, я не знаю, потому что я же его не видела, и не могу сейчас ничего сказать. Возможно. Но за какой-то консультацией людей, которые этими квестами занимаются, я бы на вашем месте обратилась бы. Но если хочется, реально, чтобы это был прям вот квест, чтобы это было что-то суперинтересненькое. КОНЕВА ИРИНА КОНЕВА ИРИНА